Продолжим наш разговор про переходные и непереходные глаголы. Продолжим начатое нами объяснение этой темы из книги Тасриф Аль-Аззи. Мы остановились на словах автора Т.е. ты сделаешь его переходным, т.е. ты можешь сделать непереходный глагол, переходным в трёхбуковном, первообразном глаголе, т.е. глаголи в трёхбуковном глаголе без добавления, такие как Хасана, например, быть красивым, Хорджа вышел, Захаба ушёл, Фариха обрадовался и т.д., как Битадайф л-Айни, путём удвоения Айна, т.е. при помощи удвоения второй корневой буквы, лежащей напротив буквы Айн. Иными словами, путём преобразования непереходного трёхбуковного глагола в породу Фааля, как, например, приведённый здесь глагол Фариха по модели Фааля, где буква Ра у нас условно является Айном, т.е. при сопоставлении лежит напротив буквы Айн в шаблоне в модели Фааля. Фариха переводится как Раадовался, как мы видим, это Фаалюн Лазим, непереходный глагол, у которого нет Мафулабиха, нет прямого дополнения. И чтобы сделать его переходным, мы удвоимаем его Айн, т.е. буква Ра, который лежит или стоит напротив буквы Айн в шаблоне. У нас получается Фарраха по модели Фааля со значением Обрадовал. Итак, Фариха Мухаммадун Мухаммад обрадовался, а Фарраха Зейдун Мухаммадун уже Зейд обрадовал Мухаммадом. Значит, перенос или преобразование трехбуквного непереходного глагола в породу Фааля, т.е. путем удвоения второй корневой буквы, является одной из причин переходности. Например, хафа в основе хафафа, быть легким, и хафафа делать легким, облегчать. В Коране хафафат муазинуха, его вызывающие мои деяния были легкими, как в Коране. И хафафа Аллаху, Аллах облегчил, аль-Амра, делал, например, юриду Аллаху ай хафафа анкум. Назал, например, другой пример, Назал не зашел, сошел, и Назал не взял, спустил. Каторо, быть многочисленным, и каторо, делать многочисленным, умножать. Набата, расти, произрастать, и набата, проращивать, выращивать. Долля, в основе впадать в заблуждение, и Долля, вводить в заблуждение, ввел в заблуждение. Азума, быть великим, и Азума, делать великим, возвеличивать. Кабра, быть большим, и кабра, увеличивать, делать большим, возвеличивать, и так далее. Значит, мы делаем непереходный глагол переходом, Битадайфель Айни, путем удвоения второй корневой буквы. Буквы, лежащие напротив буквы Айн, в чаблоне, состоящем из трех букв, Фа Айн Лан. Дальше автор говорит, обиль хамзати, а также путем добавления буквы Хамза, в начале этого трех буквенного непереходного глагола, то есть путем его переноса или преобразования в правду Аф'ала, как мы видим в приведенном примере. То есть, бинаклихи илабаби Аф'ала, например, Аджляса. В основе было, например, Джаласа Мухаммад, Мухаммад сел. Здесь у нас глагол Джаласа непереходный, не имеет мафулюбихи прямого дополнения. Аджляса Зейдун Мухаммадан Зейд усадил или посадил Мухаммада. Мы видим, как непереходный глагол Джаласа после его переноса или преобразования в породу Аф'ала, глагол Аджляса, путем добавления хамзы в начале, стал переходным. Однако здесь возникает вопрос, почему автор здесь сказал ФИССУЛЯСИИЛЬМУДЖАРАДИМ? После этих двух причин, почему он сказал ФИССУЛЯСИИЛЬМУДЖАРАДИМ? В трехбуквном глаголе без добавления, то есть в первообразном глаголе. Ответ состоит в том, что эти две причины переходности, то есть удвоение Айна, второй корневой буквы и добавление хамзы в начале, используются, употребляются только в отношении трехбуквенного глагола и не используются в четырех, пяти или шести буквных непереходных глаголах, таких как, например, пятибукванный глагол ИНТАЛЛИХУ, УЩОЛ, ОТПРАВИЛЬСЯ, или шестибукванный глагол ИТУМАННА, УСПОКАИВАЦЕ, по породе ИФАЛЛАЛЛА, и так далее. То есть его слово ФИССУЛЯСИИЛЬМУДЖАРАДИ является кайдом, ограничением, указывающим на то, что в непереходных глаголах, содержащих более трех букв, не применяются упомянутые две причины переходности. Следует отметить, что каждая из этих двух причин Тадайфу айни – удвоение второй корневой буквы, изъяду таль хамзи – добавление буквы хамза в начале, является причиной того, что непереходный глагол становится переходным к одному мафуулу бихи – прямому дополнению, к одному прямому дополнению, если этот глагол изначально был непереходным, а также двум мафуулу бихи – двум прямым дополнением, если он в основе изначально был переходным, как, например, фахима и афхама, караа и акраа. Я та'адда или мафуулу бихи – вахидин, инкана лязм, ва или цнэйни, инкана мута'аддин, фи асли. Например, непереходный глагол хараджа вычел и ахраджа вывел, выпроводил, с добавлением хамза в начале, захаба ушел и азхаба отправил, увел или заставил уйти и так далее, тоже с добавлением хамза в начале, а также тамма, тамма мова сною, с означением завершилось, и тамма ма завершила, завершает, назаль спустился, низачел и назаль низвел, спустил, посредством удвоения средней второй корневой буквы. Мы видим в этих четырех примерах, как непереходный трехбуквный глагол стал переходным к одному мафуулу бихи, к одному прямому дополнению. Аллаху а'алам. Субтитры создавал DimaTorzok